Представители знака Зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего. Будем, конечно, реалистами, любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки для себя вы получите. У нас сегодня колода добра, которую создала Колик Барон Рид. И значение карт подается с позиции позитивной психологии. Вот давайте узнаем, что для вашего знака Зодиака, как видят карты эту неделю. Что они нам расскажут. И первая карта. Что важно знать? Какие энергии будут преобладать на этой неделе? По мнению карт. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать на этой неделе? Что скрыто? И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, энергии, денег на эту неделю и энергии, личная жизнь. Что же будет для вас важно? Может быть, конкретно получение денег, получение гонорара или деньги за проделанную работу. В целом, энергия материализма. Или удачными будут какие-то решения по части вашего имущества, недвижимости, ну, может быть, и движимого имущества. То, что связано с деньгами, это в центре вашего внимания. С одной стороны, это карта самодостаточности, когда у нас получается практически любой проект осуществить. И для кого-то это может быть уже как результат, и, как я сказала, получение денег. А для кого-то эта карта будет означать, что вы просто будете этими делами заниматься. Все то, что ввязано так или иначе с финансами. Могут быть и вопросы, связанные с банками. Могут быть, кстати, по этой карте, как стажировка, получение дополнительных навыков, как скиллы какие-то, может быть, как ваше творчество, как вы хотите его развивать, чтобы в конечном итоге увеличить доход. Или завершение каких-либо курсов обучения, когда впоследствии вы тоже сможете переложить эти знания на практику, и они ведут к увеличению дохода. Вообще неплохо бы, как свою ресурсность увеличивать. Все то, что способствует вашему где-то обогащению, увеличению дохода. Вот это будет важно на этой неделе. Чего не избежать. И снова нам. Земля показана, и это в других колодах называется Пентакли. По этой карте мы не делаем ничего такого, что нам может помешать. По этой карте мы продуманы. Мы уделяем внимание мелочам, может быть. Это вы где-то прочувствуете, что сейчас наиболее для меня актуально воспользоваться теми возможностями, которые есть на данный момент. По этой карте проходит честность, трудолюбие, и преодоление каких-то препятствий, разумные действия, вымносливость и решения, опять же, которые тоже основаны на том, что вы что-то анализируете, когда нет места импульсу, когда выходят карты Земли или Пентакли, есть продуманность от начала до конца. Чему сейчас не время? Ну вот только что сказала Паша Гня, нам как раз говорят про импульс. Не время импульсу, не время, знаете, вот мы можем чем-то загореться, и это очень хорошо. Но главное действие, если пришел как инсайт какой-то, или Эврика, или какая-то идея, мои дорогие овны, родилась в голове, ну вот она требует какой-то доработки, мы не можем вот так с места в карьер, мы можем себе навредить. У вас очень плодотворная и благополучная неделя, поэтому где-то вот основываться на импульсе или даже пусть вы думаете правильно, в нужном направлении, но значит нужно закрепить вот эту вашу мысль какими-то дополнительными сведениями, может быть какой-то информацией, или создать для себя тезис-план. Что же вам будет помогать? Прекрасная карта Повестнику Воды, это где-то мы слушаем, кстати, как и интуицию, по этой карте мы продумываем действия, обратите внимание, девушка наша смотрит на маленького морского конька, и кстати морской конек один из символов, ну достаточно редко встречающихся, но тем не менее он означает благополучие и где-то финансы, он означает богатство, но он еще у нас очень маленький здесь, и поэтому все то, что я сказала по предыдущим картам, как раз нам Вестник Воды и добавляет. По этой карте нам помогает рыцарство, романтика, какое-то вдохновение нам помогает, и если есть, мы говорим, какая-то идея, может быть она еще пока сыровата, вот ее надо додумать, хорошее настроение помогает, оптимизм помогает. В принципе, когда мы открыты миру, мы не закрываемся, не хотим настоять на чем-то своем, а когда более дружелюбная энергия, вот для вас это все в плюс. Что же скрыто? По девятке огня мы, я не могу сказать, что это карта открытости как раз, это где-то противоположная энергия, чем вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. Девятка огня, есть твердое намерение процветать, есть твердое намерение осуществить какой-то свой проект. Но о чем нам говорит карта? Опять же, ты должен просчитать. Некоторая закрытость в каком смысле? Вы, допустим, решили действовать определенным образом, или вы имеете свой какой-то намерение, цель или план. Так вот, мои дорогие, овна, это должно до поры до времени оставаться как в тени. Будет очень хорошо, если вы об этом не будете говорить. Будет хорошо, если вы никому об этом даже не расскажете. По этой карте девятка огня нам еще также говорят, что ты остановись, осмотрись вокруг. Тут скорее время задавать вопросы. Никто ничего не скрывает. Ну, видимо, раз-то карты ложатся последовательно, и можно сказать, как канву какую-то открывают. Логическая цепочка выстраивается из карт. Так не всегда бывает. Действительно, не торопитесь с чем-то. А вот как раз просчитывать, собирать информацию, что-то анализировать. Прекрасное время. Давайте посмотрим, что же дела работы, бизнес. Но правда, посмотрите, у вас в целом сильная позиция сейчас. Но три карты, именно которые говорят о движении, о прогрессе, они касаются Пентакли или знаки Земли, как вот в этой колоде. Посмотрите, какая красивая карта нам изображен. Альт, ну или скрипка. И восьмерка Земли говорит твердым намерение процветать о том, что ваши дела сейчас как раз идут на подъем. Это карта профессионала, который строит, как и свою карьеру, увеличивает свой доход. Как раз по этой карте мы предпринимаем какие-то очень продуманные действия. По этой карте мы, ну, где-то можем больше уделять внимание тому, что мы можем осязать. Искусство мелких шагов. О том, что карта говорит, вы можете построить карьеру или добиться, мои дорогие умны, чего-то намного большего, чем вы сейчас имеете. Но, опять же, это будет зависеть от ваших приложенных усилий и неторопливости. Тут будет, самое главное, неспешность, внимание к деталям, трудолюбие и честность. Честность с самим собой, безусловно, но и какие-то новые возможности. Благополучная неделя как раз к реализации тех проектов, которые вы наметили. Но вы об этом как будто не распространяетесь. Что же деньги? Четверка земли. Здесь мы все сохраняем. В других колодах, второй, я называю эту карту, карты жрадины. Поэтому, видимо, на финансы деньги есть, деньги будут. У вас какой-то идет прогресс как раз по деньгам или, по крайней мере, наметился. Для тех, мои дорогие овны, у кого сейчас сложная финансовая ситуация. Вы ее можете кардинально изменить. Но какое-то время, может быть, придется быть прижимистым. Где-то экономным. По этой карте мы все сохраняем. И где-то карта добавляет всех тех значений, о которых я уже на разные лады много раз сказала. И быть внимательным, безусловно, к своим финансам. Можно, кстати, на этой неделе важные какие-то согласования с банками. Предположим, вы хотите взять кредит, может быть, ипотечный кредит или, наоборот, закрыть кредит. Но какова бы ни была ваша цель, вы можете найти, ну, как минимум, тысячу, наверное, и один выход для того, чтобы даже кардинально как-то изменить ваше финансовое состояние. Но да, где-то и закрытости от вас это потребует. Но и буквально просчета, материального, математического просчета. По четверке земли прекрасная карта уверенности. Уверенности в сегодняшнем дне и в дне завтрашнем. И это карта собственности, надежности. Поэтому надежные люди, у кого-то вопросы действительно могут касаться недвижимости, приобретения недвижимости. Вы можете улучшать свой дом или что-то планировать. Мои дорогие овны, и я вот, глядя на все карты, которые мы уже с вами открыли, вам самим не захочется рисковать. Вот как будто такие энергии сейчас для овна преобладают. Вы не во власти вашего импульса, ну, по крайней мере, большинство из вас, а больше уделяете как и людям надежным внимания, так и всем делам, которые имеют под собой какую-то основу и могут служить прогрессом. Личная жизнь. Прекрасная карта. Это карта зов. 20-й старший аркан или то, что мы называем страшный суд. Суд совсем не страшный, но и это вам на личную жизнь. Это что-то у вас тут по судьбе. И в этой колоде это карта истинного успеха. Кто что загадал. Вот смотрите, старший аркан, он говорит о том, что трубит буквально нам ангел об успехе. У кого-то успешными к решению будут материальные вопросы. У кого-то дела, все же старший аркан. И не совсем он про любовь. Тут любая сфера жизни может проиграться. В том числе и ваши намерения, цели и чистолюбивые планы. Поэтому тот, кто строит карьеру или хочет получить конкретную должность, у вас к этому есть возможности. Нужно просчитать, каким образом вы будете достигать желаемого. Для тех, кто хочет заработать деньги, но вот конкретно вам, может быть, есть в плане покупка, или вы хотите изменить свою финансовую составляющую. Может быть, уйти от безденежья. Я допускаю, у кого-то и так проигрывается. Но на этой неделе, значит, есть как и возможности, так и, может быть, у кого-то предложение. Хотя, о предложениях нам не говорят. Тут именно ваш может быть, как поиск работы или поиск дополнительных заработков. Или, может быть, это какая-то новая деятельность, совершенно отличная от предыдущей, чем вы прежде занимались. Я допускаю, у кого-то могут быть и две работы. Но, так или иначе, для вас это к вашему прогрессу идет. Вам это служит помощью. Может быть, в последующем вы выберете что-то одно, а здесь вы определяетесь. По 20-му старшему аркану это переход между прошлым и будущим. Пусть не в этой колоде. В этой колоде истинный успех. Вот конкретно так называется эта карта. И для кого-то из вас это в личных отношениях тоже намечается какой-то прогресс или вообще в принципе, мои дорогие овны, какая-то благополучная неделя. Поэтому, если вы один или одна, выйти из одиночества самое время. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. И для себя. Продолжение следует...